Уже в восьмой раз во Всемирный день памяти жертв ДТП в Шадринске состоялся автопробег. Цель этой акции – привлечь внимание общественности к высокой аварийности на дороге, росту случаев ДТП с летальным исходом. Старт автопробегу, в котором могли принять участие все желающие, был дан на площади Шадринского электродного завода. Организаторами мероприятия традиционно являлись радиокомпания «Иксмедиа» и телеканал «Шадринфо» при содействии ГИБДД. Колонна автомобилей в сопровождении ГИБДД проехала по центральным улицам. Завершился пробег на набережной. Здесь организаторы акции вновь обратили внимание собравшихся на те проблемы, которые зачастую и приводят к несчастным случаям на дорогах. В этом году мне хочется сказать о той проблеме, которая в этом году унесла жизни конкретно одна проблема – это алкоголь. И в этом году мы теряли людей именно из-за пьяных водителей. Ну, каждый из нас сейчас может сказать, я не пью за рулем и не сажусь за руль пьяным, но ваши друзья, знакомые садятся за руль, и мы это позволяем. Да, он пьяный, поехал, ну и поехал, ну и пока. Вы понимаете, что мы тем самым отправляем человека, либо мы его отправляем на смерть, либо он за собой унесет кого-то. День этот для всех очень много значит, для меня особенно, потому что у меня друг погиб в аварии как раз в ДТП с участием пьяного водителя, поэтому на самом деле в сознании человека должен всегда присутствовать момент, который напоминает о том, что может произойти на дороге, о том, что все люди, все ходят действительно сегодня, сказали, что под Богом. И для того, чтобы дальше жить счастливо, воспитывать своих детей, жить для близких и родных, наверное, беречь надо себя и друг друга. В очередной раз участники автопробега поблагодарили организаторов акции за то, что они привлекают внимание общественности к таким важным темам. В одном из предприятий города Шадринска висит над въездом в гараж такая надпись «Папа, тебя ждут дома». Вот, и хочется сказать, что каждого из нас, наверное, когда мы находимся за рулем, также ждут дома. Поэтому помоги нам всем Господь, чтобы мы не забывали о том, что автомобиль является средством повышенной опасности. Я очень рад, что такие пробеги у нас в городе совершаются для привлечения внимания молодежи к этой проблеме. Чтобы меньше было, конечно, пьяных за рулем, чтобы больше соблюдали правила дорожного движения. Ну, как бы вот ради этого, наверное, ради себя, чтобы самому иной раз не нарушать. Ради этого и приняли участие. На набережной участники и организаторы по традиции отпустили в небо черные шары в знак памяти и скорби. После завершения мероприятия автомобиль всех желающих осветил отец Константин Стерхов. Необходимо отметить, что на дорогах города за 10 месяцев 2016 года произошло 1257 ДТП, в которых 4 человека погибли, 72 получили травмы. Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно, начиная с 2005 года, в третье воскресенье ноября. Его цель – почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий, выразить соболезнования членам их семей и привлечь внимание общественности к участившимся трагедиям на дороге.